Дому номер 3 на улице Ржевской исполнилось 84 года. Несмотря на почтенный возраст, кирпичные стены здания до сих пор крепкие, а вот деревянные перекрытия за сроком давности уже давно сгнили. Жить в доме стало опасно. На третьем этаже в одной из квартир некогда жилую комнату пришлось превратить в кладовку. Потолки там практически полностью обвалились. Без особой надобности хозяин руин предпочитает туда не заглядывать, опасаясь за свою жизнь. Несладко приходится и жителям первых этажей. Гнилой пол однажды явно подведет и люди окажутся в подвале. Сейчас, чтобы хоть как-то минимизировать риски, жители в подвальном помещении установили подпорки, чтобы те сдерживали обветшалые конструкции. Несмотря на убогость, дом до сих пор не признан аварийным. Уже не раз жители обходили всевозможные кабинеты уполномоченных чиновников и в департаменте ЖК Хатвери, в администрации города и в управляющей компании в надежде на помощь, но безуспешно. По бумагам у нас в подъездах сделан ремонт, крыша у нас не течет, в подвале у нас сухо и все хорошо, то у нас далеко это не соответствует действительности. Бумага все стерпит, а вот жителям терпеть уже не под силу, ведь в доме не только страшно жить, но и невозможно. С опасением люди ждут потеплений, перегнившие перекрытия, ни талый снег, ни дождь не выдерживают. Везде течет, везде падает, вот еще окно, вот висит на одном шпингалете, оно у нас не открывается, мы не можем закрыть его. Сейчас начнется весна, я не представляю, что я буду делать здесь. Здесь внук спит, на него капает постоянно, вот видите, все протекло, и уже он на бух правит. По словам жителей, в дождливую погоду им приходится дежурить на чердаке и откачивать воду, чтобы она в меньших количествах стекала в квартиры. Капитальный ремонт, как рассказали жильцы, в их доме не проводился ни разу. В то же время в управляющей компании пролетарского района людей не единожды уверяли, что это здание стоит на особом учете. Но вот парадокс, в той же управляющей компании также не раз отвечали жильцам, что на счете дома денежные средства по строке содержания и текущий ремонт отсутствуют, а значит, живите как хотите. Хотели было люди поучаствовать в программе по капитальному ремонту многоквартирных домов, предусмотренной 185-м федеральным законом. Но и тут их настигла неудача. Мы пробовали три раза, три раза у нас как-то не получалось. Но сейчас вот четвертый раз, может быть, получится. То мы не набирали голосов, то нас маленечко отписывали, отписывали, ну, в смысле, голосов, баллов. То нас маленько как бы подвигали. Почему-то дома, которым по 20 лет, по 30 лет, те проходили. А тем, кому 80 лет, никак. Такое ощущение, что у нас, наверное, моложе дом. Чем старше, тем моложе. Сейчас жильцы в очередной раз подали все необходимые документы на участие в программе. Многого не просят. Заявки ограничились самым необходимым. Ремонтом крыши, электропроводки в местах общего пользования и наладкой системы холодного водоснабжения. В ближайшее время должен прийти ответ. Если и опять не повезет, то в чудеса эти люди больше не будут.